Доброе утро, друзья! Сегодня 29 мая 2020 года. Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. Рассуждаю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, сегодня последний торговый день этого месяца, последний торговый день весны в принципе. Так что предлагаю в нашем традиционном утреннем обзоре дождаться открытия рынков, посмотреть, что произойдет с российскими индексами и после этого глянуть, что случилось в двух моих портфелях. Я напомню, что инвестирую через брокер открытия, там находятся мои российские активы. И также у меня есть иис у брокера Тинькофф, там торгуются мои американские акции. Погнали, друзья! Ну давайте начнем с каких-то любопытных новостей. Вчера Российский Футбольный Союз объявил о том, что матчи возобновляемого 21 июня Чемпионата России будут проходить все-таки со зрителями. Будут допускать на стадион не более 10% болельщиков, ну в зависимости от заполняемости стадиона. Ну и пока прорабатывается вопрос, как будет осуществляться логистика. То есть людей, видимо, надо подводить к стадиону какими-то группами, соблюдая социальную дистанцию. Ну и рассаживать их тоже, соответственно, в каком-то шахматном порядке. То есть заполняемость будет стадионов неполная, но тем не менее какую-то шумовую поддержку все это будет создавать. Ну и я как болельщик тоже это, естественно, поддерживаю, потому что матчи при пустых трибунах это совершенно унылое зрелище. Я думаю, если придет хорошее настоящее фанатье, то даже 5-6 тысяч человек смогут зажечь очень и очень даже громко. Вопрос сейчас, который обсуждается, как быть с абонеменщиками, потому что у больших топовых клубов продается абонементов значительно больше, чем вот по текущему лимиту смогут попасть людей на стадионы. Но этот вопрос в процессе обсуждения, возможно, будут запускать либо какими-то группами, либо на отдельный матч, либо жеребьевка, пока этот вопрос открыт. Также, друзья, сегодня появилась информация, что разгорается конфликт между Трампом и Твиттером. Трамп вообще допускает возможность запрета Твиттера в Соединенных Штатах. Он говорит, что, возможно, мы будем прорабатывать юридическую сторону этого вопроса. Но я напомню, что Твиттер это сейчас вообще, в принципе, основная площадка для выступлений самого Трампа. Он часто туда все пишет. И вот Твиттер, некоторые его сообщения крайне стал помечать как недостоверные. Трамп разбушевался и подписал закон, который регулирует деятельность соцсетей. Ну, в общем, преподносится все это как демократизация такая, да, как дерегулирование. Но по факту есть ощущение, что власть, наоборот, хочет запустить свои руки в единственный свободный источник, который сейчас у людей фактически остается и где можно относительно безопасно высказывать свое мнение. Уже Цукерберг осудил этот закон. Ну, в общем, что-то, друзья, что-то начинается. И, возможно, в Соединенных Штатах государство тоже захочет свои щупальца в соцсети запустить. Также, друзья, кто не видел, смотрите мой сегодняшний, точнее, прогноз на сегодняшнюю торговую сессию с обзором дня вчерашнего. И посмотрите довольно полезное видео про пособие по безработице. Ну, и также я в нем упоминаю все иные льготы, которые сегодня предоставляет государство в условиях существующего кризиса и существующей пандемии. Ссылочки на эти видео будут в комментариях, в описании, прошу прощения. Ну что, давайте смотреть, что у нас было вчера. Индекс S&P 500 вчера в плюсе не удержался и скатился в минус 0,21%. Индекс Dow Jones потерял 0,58%. Нефть марки Brent, августовский фьючерс, вчера стоила выше 36 долларов, но сегодня в рамках дня, мы видим, она начинает проседать. 83, вот сейчас 92 сотых процента теряет и стоит 35,72. Юрлс немножко подороже, 36,07. Мы видим, что после 8 утра было небольшое падение, но затем цена начала восстанавливаться. Ну и сейчас уровни довольно комфортные, хотя все равно за день падения 1,15%. Крайне любопытно, как на эту динамику отреагирует российский рынок, который уже, собственно, открылся. Давайте смотреть. И, друзья, к сожалению, открытие в минус. Минус 0,66% у индекса РТС. И минус 0,62% у индекса Мосбиржи. Полетели смотреть, что в моих портфелях. Начинаем, друзья, с моего российского портфеля. Это брокер открытия. Здесь у меня 444 377 рублей. И в начале дня мой портфель теряет 0,32%. Минус 1430 рублей. Мой бумажный убыток. Таким образом, результат за неделю около 2% в плюс. И плюс 8674 рубля. За месяц доходность плюс 4,83% и плюс 20 тысяч рублей. Давайте посмотрим на мои активы. Опять начал расти саратовский НПЗ. Прибавляет почти 2%. И акция стоит ровно 20 тысяч. Растет полюс. 58 сотых. Укрепляется доллар. Немного, но тем не менее. И сейчас 1 доллар стоит 70 рублей 60 копеек. В плюсе АФК-система. И немножечко подрастает полиметалл с облигацией АФК-система. Все остальное в минусе. ОГК-2, Ленэнерго, Роснефть, Детский мир, Сбербанк, Норникель, Лукоил, Мосбиржа, МТС, Финекс на акции американских компаний, Татнефть, Сбер, Лукоил, Яндекс, Газпром, Русал и лидер падения у меня Алроса теряет почти 1%. Ну что, друзья, начало не впечатляющее. Но будем надеяться, в результате торгов что-то изменится и будем ждать, как откроется Америка. Давайте посмотрим на американский портфель. Здесь, друзья, тоже минус. Небольшой, но тем не менее. Минус 0,02%. Здесь у меня 79 548 рублей в активах. И напомню, что это ИС у брокера Тинькофф. Сегодня в плюсе в моем портфеле AMD, в плюсе Apple, в плюсе Merck, в плюсе Nike и в плюсе Verizon падает компания Pepsi, Microsoft, Alliant Energy и AbbVie. Общий результат по портфелю плюс 4,19% и плюс 3200, сейчас 3156 рублей мой бумажный доход. Ну что, друзья, начало не впечатляет. Будем надеяться, что в течение дня результаты улучшатся. Но в любом случае, сегодня пятница. Нет абсолютно никаких причин для того, чтобы унывать и горевать. Рынки, друзья, это дело волатильное. Так что, если вы только начинаете инвестировать, я рекомендую вам не обращать внимания на вот такие вот ежедневные взлеты, либо падения ваших акций и ваших портфелей. Инвестируйте в долгую, друзья. То есть, вы деньги положили и желательно забыть про них на 1 год, на 3 года, на 5 или на 10 лет. И тогда гарантированно вы получите хороший и очень приятный доход. Все, друзья, отличные вам пятницы. Не пропускайте мои дальнейшие видео. Сегодня снимаю итоговый обзор по моему портфелю за май. Ну и там вам все более подробно расскажу. Все, друзья, хорошего дня. Пока-пока.